Акция граффити Победы шагает по стране. В России становится все больше городов, где появляются изображения, призванные сохранить память о подвиге фронтовиков. Рисунки, сделанные руками юно-армейцев, не только напоминают о бойцах, которые изгнали немецко-фашистских захватчиков, но и объединяют поколения. В всероссийской акции присоединились и люберцы. А так закрашивают. Силенно сжимать надо. Напротив Дома офицеров в бывшем военном авиагородке нарисовали портрет дважды героя Советского Союза Павла Кутахова. Рядом с главным маршалом авиации изображен люберецкий юно-армеец. К военно-патриотическому движению «Юно-армия» Андрей Бурдаков присоединился два года назад. Во время пандемии подключился к волонтерской деятельности. В «Юно-армии» общественную работу девятиклассника оценили. Я не знал, что я буду рядом с Павелом Степановичем, но я горжусь, что я рядом с ним изображен. Это очень интересная личность, с которой можно брать пример и нужно брать пример, потому что он сделал огромный вклад в военную авиацию. У него есть и будет много воспитанников, которые пошли по его стопам, которые хотят быть похожи на него. На маршала Кутахова стараются равняться кадеты, курсанты летных училищ, выпускники высших военных учебных заведений, пилоты. О чем можно говорить, если человек провел 367 вылетов, 79 боев, из которых лично сбил 14 самолетов, 28 самолетов сбил в группе и сам лично освоил 30 самолетов. Гвардия подполковника ВВС в отставке Ивана Враменко прослужил в военно-воздушных силах 42 года. Из них большую часть проработал в научно-исследовательском институте эксплуатации и ремонта авиационной техники в Люберцах. В 70-е и 80-е годы с рабочим визитом сюда часто приезжал главный маршал авиации. Будучи дежурным по институту, я трижды его встречал, докладывал ему о состоянии, как говорится, по воинскому докладу. Павел Степанович Кутахов построил практически большинство здесь вот жилых домов. По его решению совместно с председателем Совета депутатов города Люберцы построили школу, потому что разрастался наш институт. И сейчас она имя носит Павел Степанович Кутахов. Акцию «Граффити Победы» проводят по инициативе главного штаба юнормии в рамках реализации проекта «Дороги памяти». К ней уже присоединились Волгоград, Казань, Самара, Владивосток, Новосибирск и еще десятки российских городов. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.